Полицейские в Волгоградской области обнаружили целый подпольный завод, который выпускал контрафактно-бытовую химию. На опасную продукцию уклеились этикетки известных брендов. В ассортименте фабрики были и моющие средства, и косметика, и даже средства гигиены для грудных детей. Все подробности и кадры оперативной съемки в репортаже Оксаны Прудниковой. В помещении, больше похожем на строительную площадку, кипит работа. Только в обычной бетонной мешалке вместо цемента стиральный порошок. В таких условиях с грубейшими нарушениями изготавливали бытовую химию. Здесь же на подделку клеили брендовый логотип, и уже под видом известной продукции сомнительную смесь отправляли в магазины. На месте производства мешки с десятками, если не сотнями килограммов порошка. В соседней комнате уже готовая продукция. Среди коробок со знакомыми названиями есть и марки, предназначенные для маленьких детей. Какой товар? Откуда товар привезли? В Волгоградах. А это уже Москва, где задержали предприимчивых бизнесменов, которые контрафактом торговали. На складе обнаружили широкий ассортимент поддельной бытовой химии. Кроме порошков здесь и средства для мытья посуды, и зубная паста, и самое разное мыло. Даже внешне ясно, на моющих средствах отмывали немалые деньги. Это производство организовали уроженцы Грузии. Располагалось оно в городе Волжске в Волгоградской области. Там же находилась подпольная типография, где печаталась маркировка к этим продуктам. По предварительной оценке, ущерб, причиненный правообладателям от этой противоправной деятельности, превысил 50 миллионов рублей. Куда сложнее оценить потери покупателей, которые, ничего не подозревая, пользовались контрафактом. Все это продавали через сетевые магазины на территории Волгоградской, Московской, Оренбургской областей и других регионов. Насколько опасна бытовая химия, которая производилась в таких условиях, говорят специалисты. Бытовая химия поддельная может вызывать сильные аллергические реакции, воздействует на дыхательные пути, на глаза, на кожу. Найденную бытовую химию на безопасность еще предстоит проверить. Оперативники говорят, что вся поддельная продукция из магазинов уже изъята. Оксана Прудникова, Андрей Бакашев, Сергей Левашов, Первый канал.